современная архитектура удивляет нас чудесами планировочных решений и вот перед нами одно из таких чудес это двухкомнатная квартира корявой формы с коридором умудрились его туда запихнуть архитекторы и как в нем расставить мебель так чтобы было удобно комфортно и красиво вот сейчас будем разбираться посмотрим что на старте маленькая прихожая аж с четырьмя дверями и пятым проходом в коридор возможности поставить шкаф абсолютно нет то есть отсутствуют места хранения друзья тут же в прихожей ванны и санузлы катастрофически маленького размера как тут жить заказчики не знают но мы им сейчас расскажем далее кухня 11 квадратных метров ребята что ж это за кухня то за такая гостиная 22 квадратных метра в виде пятиугольника тоже очень довольно таки странное решение но что поделать когда здание строится в угоду архитектуры потому что архитекторы говорят так красиво посмотри какой фасад вы же красоту хотели а планировки там ну что 20 метров как-нибудь мебель поставят как сюда то мебель поставить вопрос спальня 15 квадратных метров кстати неплохой размер тут они конечно молодцы но сейчас я покажу как из этой тесненькой квартиры абсолютно неудобно и нелогичной сделать визуально просторно логически правильную ну и короче вообще хорошую планировку первое что нужно сделать это объединить кухню и гостиную я убежден что не должно быть отдельно кухни и отдельно гостиной пишите в комментариях почему вы так не считаете а кто считает напишите почему вам так удобно а я расскажу почему я так думаю потому что мы семья живем в квартире днем работаем встречаемся по вечерам и вот когда мы вечером пришли домой если кухня отдельно то получается что муж и жена отдельно тогда зачем женились тогда зачем семья когда общаться то понимаете а когда кухня с гостиной вместе то получается что и семья вместе вместе готовим вместе едим вместе телек смотрим и даже если все это делается порознь все равно мы вместе это во первых во вторых пространство становится сразу больше ну сами смотрите 11 метров плюс 22 метра получается 34 метра да но мы же еще перегородку убираем 34 метра это уже отличная квадратура чтобы развернуться я и развернулся я поставил посмотрите как неожиданно мягкую мебель телевизор вдоль глухой стены напротив диван и рядом с ними два кресла посередине журнальный столик это очень хорошая композиционная группа так называемая мягкая зона которую можно объединить ковром постелив его посередине многие кстати отказываются от ковра и напрасно ковер является своеобразным скрепляющим клеем вот всю эту композицию он собирает воедино а если сверху еще люстру повесить то будет вообще красота сбоку я поставил стеллаж можно книги можно кубки можно посуду хранить или вообще все что угодно как место для дополнительного хранения просто великолепно если хранить вам нечего то можно поставить комод сверху картину повесить и вообще навести какую-то красоту но с точки зрения композиции расположение абсолютно правильно обратите внимание что мебель не зажата в углы это нам нужно для того чтобы получить дополнительное ощущение воздуха для того чтобы такое ощущение в нас крепло и ширилась я разрушил стену между коридором и гостиной раньше была стена видите отсюда вход даже отсюда предусматривался убрал я стену и поставил вместо стены шкафы а в этих шкафах сделал щель сквозную зачем чтобы свет проникал в коридор чтобы глазками мы видели из коридора гостиную из гостиной коридор это создает ощущение простора понимаете если вас поместить в коробочку то вы там наверное загнетесь от клаустрофобии а это и есть клаустрофобия чтобы она не развивалась нужно пространство раскрывать и вот эта щель шкафу один из приемов как можно расширить пространство в этом шкафу есть место для хранения одежды верхней потому что в прихожей нам застройщик не дал такой возможности поэтому размещаем в коридорах слева от шкафа это хозяйственная зона можно кстати справа поместить ну кто как захочет что такое хозяйственная зона это стиральная машина это гладильная доска это уборочный инвентарь это различная химия вот это все нужно прятать с глаз долой особенно убирать из ванной которая маленького размера а я напоминаю что застройщик нам дал санузел два метра и ванну три метра что это такое это мало так вот стиральная машина находится здесь вопрос а как воду перекачивать стояк ответ есть специальные насосы которые устанавливаются дополнительно и перегоняют воду куда захотите эти насосы разработаны специально чтобы даже из подвала поднимать воду наверх и сбрасывать ее туда куда необходимо почему бы не пользоваться техническим прогрессом вот я и воспользовался что нам это дало это нам дало большую ванную а точнее душевую вместо ванной я поставил большую душевую ну вот как мы моемся мы прибежали домой и быстренько помылись конечно кому-то хочется полежать в ванной но не всем не всем кому-то надо быстренько помыться в душ а может не быстренько короче здесь есть большой комфортный душ пространство которое объединено со всей общей комнаты потому что стенки выложены плиткой между зоной душа и остальным помещением стеклянная перегородка можно и шторки использовать дальше идет большая раковина они так как у застройщика застройщик почему-то всегда ставит вот такие милипусинки вот на его плане размер вот такой это очень неудобно поставить зубную пасту даже некуда у меня раковина большая дальше унитаз и в оставшиеся нише делаем хранение то есть это шкафчик для всего необходимого ванной чего очень много бывает баночки скляночки всякие ватки там и так далее ну сами знаете так вот здесь есть место для хранения и ну и самое интересное это кухня возвращаясь в общее пространство это кухонный гарнитур который я расположил вообще нелогичным образом так как никто почти никогда не делает но почему бы и нет если так никто не делает это не значит что так нельзя сейчас объясню логику моя кухня стоит не вдоль стены не буквой г не буквой п она стоит буквой т то есть вдоль всей стены а от стены выступает остров в остальное пространство получается наша готовка вот здесь стоит человек который готовит он готовит за островом остров обязательно глубокий метр глубиной сам кухонный гарнитур 60 сантиметров а остров метр можно и метр двадцать сделать так вот на этом острове есть мойка есть в варочная поверхность а сбоку от острова стоят две колонны в одной холодильник в другой духовой шкаф можно и микроволновку туда же поставить с обратной стороны острова можно присесть на стульчики барные многие любят присесть и попить кофе сверху навесные шкафы чтобы увеличить хранение между островом и стеной эти шкафы уходят прямо в пол получается еще больше хранения но если вам и этого недостаточно то мы используем остров в острове со стороны готовящего шкафчики выдвижные открывные какие хотите и с другой стороны там где барные стульчики которых может и не быть здесь тоже ящички выдвижные задвижные какие хотите то есть хранение получается очень много и если подумать про сценарий готовки то это расположение очень удобно рядом окно рядом выход на балкон вышел взял соленья какие-нибудь или может картошку вы там хранить будете занесли обратно начали готовить второй человек в семье может встать напротив вас и вы общаясь друг с другом что-то делаете за этой столешницей короче когда мы стоим друг напротив друга это удобнее и общаться удобнее и готовить веселее и получается вкуснее этот остров может стать доминантой в интерьере когда мы заходим и видим вот эту красивую штуку которая может быть сделана из камня из натурального например ну представьте как это будет выглядеть здорово в общем место для готовки есть хранение полно вся проблема только в том что это необычно но вы подумайте а вдруг если можно и так представьте себя вот в общем напишите в комментариях насколько это вам заходит или вообще категорически нет если нет то напишите почему просто это немножечко другой сценарий проживания вас на кухне а куда поставить стол так вот здесь у меня большой круглый стол который стоит за диваном рядом с кухней на этот стол удобно подавать еду вот приготовили здесь на краешек поставили за значит приготовили к подаче на стол и уже с вот этой части острова подали прямо тут рядышком засервировали обеденный стол очень удобно сидя за столом видно телевизор потому что он вот прямо напротив то есть получается пространство организовано очень удобно и логично мебель стоит по осям особенно диван и стол кухня такого размера что она и лишнего не занимает хотя кажется большой и удобно и готовить удобно и не одному а прямо вдвоем или даже троем спальной все очень просто кровать две тумбочки и шкаф вдоль всей стены огромный поэтому поместится абсолютно вся одежда и спальне мы можем выйти на балкон полюбоваться видами посидеть попить чайку просто побалдеть почитать книжку ну в общем это вполне себе приятно и если сейчас сравнить две планировки до и после вот сейчас они перед вами закрыть глаза и представить как мы будем ощущать пространство в первом варианте и во втором то вы поймете что в моем варианте пространство больше ощущение воздуха появилась пропала зажатость появился новый интересный сценарий проживания семьи здесь отдельно друг от друга и каждый по своей коробочке здесь мы вместе все широко открыто как мы любим все по-русски русская душа гуляй поле по моему круто получилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик пишите в комментариях всем пока да прибудет с вами муза и удобная планировка субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok